Приветики! Приехала Аленочка и мы с ней сегодня будем готовить пельмени из свино-говяжьего фарша. Это вырезка говяжья, это свиная. Мы ее предварительно помыли, сейчас зачистили, сейчас нарежем кубиками и будем делать фарш. И одна большая луковица на этот объем мяса. Все, приступаем к нарезке мяса. Режем произвольными кусочками, чтобы можно было перемолоть. Порезали мы мясо, нарезали лук и будем приступать уже непосредственно к фаршу. Приступаем к фаршу. Приправим его, немножко посолим. Опять же, все идет с ваших вкусовых предпочтений. И перца. Все, и вымешиваем. Я это делаю руками, тем более в перчатках. И перец как пахнет, вот этот вообще сегодня купила. Слышь, как пахнет, классно? Да, вкусно оно. И перчиком. И тщательно перемешиваем. Приступаем к тесту. Мы в сухую емкость, ну, пока на глаз, насыпаем муку. Я думаю, вот так достаточно будет. Это мы будем делать тесто на пол-литра воды. Делаем углубление и вбиваем три яйца. Ой, там два желтка. Да, я, кстати, эти яйца и брала не час. У меня почти все с двумя. Это одно. Я думаю, двух достаточно, так как тут два желтка. Да, двух достаточно будет. И немножко присолим. Так, где-то щепотка соли. И вливаем 500 миллилитров водички. И ложечкой сейчас мы промешаем это все, а потом будем вымешивать руками, по мере необходимости добавлять муку. И вымешивать крутое тесто. Муке я вам не скажу, сколько нужно. Это зависит от сорта муки. Самое главное, чтобы в конце тесто отставало от рук, не прилипало к этому. Вот, я добавила еще муки. И уже, в принципе, можно приступать к замесу. Сейчас я еще немножко, чтобы удобно было мешать. Видите, как она... То есть, у нас была где-то вот такая банка. Вот столько пошло уже муки. Но еще нужно будет. Это мы добавили. Два литра банки. Кстати, так мы вычислим, сколько надо, да? Ну, можно плюс-минус ориентировать. Я сейчас насыплю на поверхность. Знаете, я как этот шерковод. Вот так делаю. И... И вот так, легкими движениями руки, тесто превращается в пельмень. Да, только мне теперь нужна помощь, Кристина. Ооо, посыпать? Да. Вот сюда посыпаем. Ооо, все, хватит. Ранечка красиво. Ооо, чтоб и не умогу меня. Все, и вот так вот вымешиваем. Мне нужна тоже твоя помощь. Не рукава, пожалуйста. Не делайте моих ошибок. Не готовьте тесто с длинным рукавом. Все, и пошли. Между прочим, когда моя бабушка и мама делают что-то из теста, я очень люблю наблюдать, как они вымешивают. Я когда была маленькая, думала, как они так делают. Уже и я научилась. И все. А кто тебя научил делать этот рецепт? Мама. Да. А мама, соответственно, по нему готовит после бабушки, да? Да, да, конечно. Ну, это, в принципе, классический рецепт. Я думаю, сколько хозяев, столько и рецептов борщей. Поэтому, в принципе. Ой, уже красивенькое такое. Но здесь нужно не лениться и хорошо вымешивать. Ну, и не забывать подсыпать муки. Все, я буду уже. Не буду ее вымешивать. Еще липнет, да? Да, еще, знаю, еще, да. Мы будем его раскатывать, и оно будет липнуть скаткой. Ну, вот последние уже штрихи. Вот, смотрите, у меня минимум луки на поверхности тесто уже не литнет. Хорошо вымешиваем. Видите, какая? Приступаем уже к формированию пельменей. Это мы сделаем с помощью такого прибора, как пельменница. Я ее уже заранее присыпала мукой. И сейчас будем раскатывать круг. Я отрезаю небольшой кусочек теста. Сейчас немножко муки и раскатываю тоненький, тоненький пласт. Вот так постоянно переворачиваю и раскатываю. Но оно будет стягиваться, это нормальная реакция теста. Нужно немножко повозиться. Удобно, сталка? Да, надо приловчиться. Не крутится, да, у тебя? Интересно, это удобно, что крутится или нет? Я тоже не поняла, если честно, совсем. Ну, вот, можно ее двумя способами. Это просто привычно, как мне уже... Удобно, удобно. Удобно, да? Да. Смотрите, как быстро. Берем пельменицу и накладываем этот лист. И делаем, чтобы видно было вот эти соты. Видите, вот так вот. Все. Берем фарш и вот так вот прячем его в каждое углубление. Слишком много, ну, нужно нормально ложить и немного, и не мало. Чтоб оно потом хорошо выпадало с этого прибора и не порвалось тесто. Все. И так заполняем всю поверхность фарша. Дальше я расскажу, что делать дальше. Так, я раскатала второй круг теста. И этот мой круг, ну, пласт теста, накладываем на этот слой. Вот так вот. Вот так вот придавливаем ручками, чтобы мясо запряталось. Берем скалку и раскатываем. Вот так вот. Скалку. Со всех сторон. Хорошо, чтобы потом можно было их выбить и остатки теста сорвать. Смотрите, какая красота получается. И делаем вот так вот. Я обычно еще, когда отрываю тесто, еще раз делаю талончик. Теперь берем вот так, разворачиваем. Чтобы не портить поверхность, я беру. Вуаля! Так, вот у меня уже заготовленная поверхность, куда мы будем складывать. Ну, красавчики такие. Я притрусила предварительно мукой и выкладываем. Выкладываем так аккуратненько. Если я не ошибаюсь, а здесь 36 штучек. То есть за один заход вы уже сделали порцию на двоих человек. Ну, я не знаю, кто сколько есть. Извините, извините, с этого момента поподробнее. На двоих, на троих. А может, на одного. Вот я об этом вообще-то. У кого какие аппетиты. Да. Можно ставить водичку, кипятить и их уже по день забрасывать. Конечно. А можно же их и заморозить. И будет у вас уже готовый домашний полуфабрикат. Обалдеть. Ну что, продолжаем. Да. В том же духе. Такую же манипуляцию мы проводим, пока у нас не закончится тесто. Фарш. Между прочим, вот это же тесто мы используем его дальше. Я обычно стараюсь его не трогать. Когда я все это использовала, я потом тщательно перемешиваю все остальное. Ну и по второму кругу идет право. Отлично. Ну, поехали. Буду тебе помогать. Да. Чем смогу. Всем смогу. Чем помогу. Есть. Сделали мы вторую вот такую штучку. Пельменницу. Но так как мы делаем это про запас, поэтому мы делаем вот такую заморозку. Мы сделаем судочки. Судочек. Да, притрусили мукой, сделали перегородку с салфеточкой и аккуратненько складываем близко друг к другу, чтобы побольше влезло. Одна пельменица помещается ровно в этот судочек, чудненько. Как я нашла его. Точнее, я вспомнила о нем. Сейчас. Все. Пельменицу. И сразу же, ну ладно, мы потом притрусим. И сразу прячем морозилку. Пока будем делать третью пельменицу, она немножко прихватится, заморозится. И так Аленочка уже практически доделывает последние, ну еще, наверное, парочку штук выйдет и все. А вот вот такая красота получается. Ну и часть же мы уже заморозили. Смотрите, как красиво. Это три пельменица. Вот это да, три пельменица. И четыре в морозилке. Это на пол-литра воды и на полтора килограмма фарш. Семь пельмениц. Да. Ну еще на сосны. Ну вот как ты и сказала, с десять, да? Получается, да? Десять, да, можно же немножко. Ну да, где-то десять, плюс-минус. Мне думаю, плюс. Пошла работать, накладывать фаршик туда. Трудится Аленушка в поте лица. Вот. По идее, мне кажется, последняя. Но она говорит, что есть шанс, что может быть еще одна. Если, конечно же, вымесится. Она стала... Что ты говоришь, Ален? Тугой уже. Уже прям резинка. Наверное, уже все. Тю-лю-лю. Хоть бы накрыть хватило. Да не хватит. Так. Ну, моя работа вот. Сейчас покажу вам, какая. Сейчас. Я, значит, беру вот это дело. Это большой кусочек я взяла. И вот сюда вот так складываю. Самая тяжелая. Да. Вот. Помогаю. Делаю вид, что я тоже это умею делать. Ну, а теперь, в принципе, рецепт есть. Я могу попробовать сама это сделать когда-нибудь. Я уже приеду на готовое. Угу. Так. Ну и вот в таком темпе я накладываю все вот эти сотки мяска. Скоро уже дело подходит. Надо ставить водичку. Водичку ставить. Сметанку готовить. Обязательно. Уксус. Пельмени без уксуса, не пельмени. Ты прям как мой папа. Ну, все нормальные люди едят пельмени с уксусом. Не знаю. Причем смит. Я вам... Ну, я сейчас покажу. Зачем мне забегать наперед. Я покажу, как это надо есть. Я думаю, еще получится на один апостол. Итак, последнее, десятое. Пельменица у нас. Аленочка вот... Только Аленочка и трудится. Видимо, я создала на камеру, чтобы помогать. Закрыла меня в квартире. Говорит, пока десять пельменниц не сделаешь, никуда не уйдешь. Вынуждена. Вот так вот. И живем, знаете. Хочешь кушать? Попробуй заставить ее налепить десять пельменниц. Вот она история свершилась. Накрыли. Ой, плохо накрыли. Ну, ничего, ты все попробуй. А я уже поставила водичку. Все, убежала накрывать на стол. Видите, тесто вообще стало тоненьким, как просвечивается. Все, у нас водичка закипела. Мы ее уже посолили и забрасываем наши пельмешки. Я уже в предкушении, кстати. На пачках магазинах написано, сколько варить. А тут? Аленочка. А они же не заморожены? Ну, не быстро, я думаю, минут пять и достаточно будет. Чего они у нас небольшие. Они уже, видишь, всплывут. Пять минут засекают. То есть, они вскрыли еще пять минут. Палец окунул. Тот же, да? Нет. Это у меня правая рука. С момента закипания, я думаю, пять минут. Я думаю, можно попробовать. А я придумала способ к другому. Гляньте. Те, которые у нас на столешнице, я вам покажу. Которые, конечно, безмного, множество муки. Я вот так вот сейчас помогаю. Алене, видите? Я думаю, это много, хватит. Все. Варим. Я покажу. Ждем. Мушечка, да, помешай. Пять минут. С момента закипания. С момента всплывания. В закипание. А, ну да, сейчас же, получается, не кипит особо. Давай это. Пять минут прошло. Пять минут прошло, и мы достаем. Масло мы сливочное положим. На дно, да. Масло, конечно же, самое вкусное. Президент. Какие они красивые. Мы уже затестили, если честно, по одному. Вкуснотичее. И красивенько как. Вот придет сыночек с садика, я его обрадую. А мужа не обрадуешь после работы? Да. Кстати, скажу, полдня лепила. Последний. Последний. Уксусик у меня уже стоит. И сметанка доставлена. Достаточно, или как правильно, вот. И теперь мы идем... Леночка, пожалуйста. К столу. Все, сейчас мы будем кушать. Приятного аппетита. Нам и вам. Итак, наши тарелочки наполнены. Аленочка ест без сметаны. Сметана тут для красоты. И пришел... Кто? Конечно же. Дмитрий. Главный дегустатор. Да. Давай. Недаром Аленочка лепила 350 пельменей. Очень вкусно. Магазинские отдыхают. Приятного аппетита. Геркулес. Какие еще эти мы брали? Там много. Леватин. Черные, которые мы брали. Леватин. Цезарь. Даже рядом не стояло. Мне очень приятно. Ты же старалась, сделалась с любовью? Конечно. Все, товарищи. Мы пошли кушать. Всем пока. Сынок, ну как пельмени домашние? Хорошие? Да. Скажи спасибо Алене. Спасибо Алене. Она обязательно посмотрит и увидит. Мы будем сейчас капусточку есть. Вот Кристины на ужин будет такой. А вот мой ужин. Кстати, рецепт бутербродов вы можете посмотреть на нашем канале. С описанием ЗОЖ. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.